МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. А в попугаях она гораздо длиннее. Свалка на улице Бреска решила побить рекорд по протяженности. Музыка победы для Василия Безуглова. Утро ветеран-фронтовик встретился с оркестром. Клепиковская саванна и пронские карпаты. Пейзажист-путешественник снимает рязанские уголки природы для Нейшнл Географии. Иногда они возвращаются. Об исчезновении озера у села Житовы мы рассказывали в ноябре прошлого года. Напомню, из-за поломки гидроузла еще советской эпохи вода просто ушла из этого места. Визуально все это напоминало экологическую катастрофу. Местные жители забили тригогу. К ремонту помимо активистов присоединились сотрудники местного агропромышленного предприятия. По решению директора Григория Еловенко, который обещал детально во всем разобраться. И слово свое сдержал. Озеро вернулось. В том числе благодаря общественному резонансу. В какой-то мере это даже можно назвать маленьким чудом. Это просто счастье. Это просто счастье. Почти как было. И мы надеемся, что еще оно пополнится. Потому что наверняка из ринки еще течет ручей. Не ручей даже, а рельток. О, какая. О, верно. Красота. Общественный резонанс не помешал бы сегодня и свалке на улице Брестской, которая претендует на звание одной из самых длинных в городе. По крайней мере, у Анны Герцовской. Ее протяженность вызвала стойкую аналогию с популярным советским мультфильмом. Герои советского мультика «38 попугаев» размышляли над тем, как измерить длину задумчивого удава. Теперь в Рязани настала пора измерять шагами длину мусорки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать шагов. Такова длина свалки, расположившаяся на улице Брестская, дом 3. Невероятных размеров мусорка красуется среди новостроек, рядом с которыми создано все для счастливой жизни, за исключением большой парковки. Здесь с радостью играют дети на новой красивой площадке. Однако, чтобы на нее попасть, нужно обязательно полюбоваться красотами свалки. Здесь играют дети, вот рядом здесь детская площадка, здесь детей очень много, и получается все идут мимо этого мусора как-то не очень хорошо. Плюс гуляет с животными, любая собака или тоже кошка может что-нибудь отсюда утащить, и кто знает, какие будут последствия. Просто, ну, понятно, что дома очень большие, вот, ремонта много, ну, ну, значит, и должны как-то это все организовывать, правильно же. Ну, так не должно быть. Оно же все ветром раздувается, разносится и портит внешний вид вашего прекрасного города. Этот мужчина со своей семьей приехал с северо-востока нашей страны и в течение недели наблюдает, как около дома разрастается помойка. Я думаю, что это, ну, стыд и позор. Это управляющие компании, либо ТСЖ, кто у них тут. Мы тут как бы живем неделю, просто снимаем квартиру огромную. Думаем переехать в ваш регион с Камчатки. И вот у нас такое мнение складывается. Ну, наверное, все наладится, будем надеяться, да. Так-то все здесь красиво сделали. Даже у нас, там, где мы живем сейчас, там сейчас снег лежит, и то там с уборкой мусора как-то пытаются бороться. Там ветра, снега вот эти. А здесь что мешает, я вообще не понимаю. Очевидно, что большая часть этой свалки – строительный мусор, поскольку в доме активно проводится ремонт. По словам нынешней управляющей компании, жильцы сами виноваты в этой свалке. Ну, строительный мусор я не подскажу. У вас там, вы не голосовали за отдельный контейнер для строительного мусора. А Экопранск, возможно, мог приехать, увидеть строительный мусор в бытовом и отказаться его просто-напросто вывозить. С нами было предложено, чтобы управляющая компания, то есть включила в оплату, в квитанцию у вас, чтобы была оплата на вывоз строительного мусора. Контейнер, чтобы был установлен. Собственники не проголосовали по вашему адресу. Теперь жильцы сами должны понять, что контейнер для строительного мусора нужен. Так считают в управляющей компании «Зеленый сад». Но уже с 1 мая дом будет обслуживать другая организация. В Арансервисе пояснили, что этот мусор все-таки должен вывозить Экопранск. Мы уже написали им заявление, письмо им написали, чтобы они этот мусор убрали. Стоит сказать, что бытовые отходы тут тоже имеются. Их выбрасывают уже заселившиеся жильцы. Получается, что региональный оператор по вывозу мусора и управляющая организация, обслуживающая дом, вновь не могут найти общий язык и решить, кто и когда должен ликвидировать свалку, от которой страдают местные жители. Анна Герцовская, Даниил Пилипенко, телекомпания «Город». В Рязани идут последние приготовления к майским праздникам. Сегодня коммунальщики провели процедуру техобслуживания и уборки вечного огня на площади Победы. При этом само пламя не гасили. Валерий Седов наблюдал за действиями газовиков и понял, как это возможно. Вечный огонь никогда не гаснет. Даже сейчас, когда Дирекция благоустройства города и газовая служба пришли провести профилактическое мероприятие, огонь продолжает гореть. Конечно, не из самих трубок. Огонь помещают в специальный фонарь, где он продолжает гореть. В это время городские службы проводят уборку. Газовые службы проверяют работу оборудования, прочищают необходимые элементы. Мы проводим уборку скопившейся грязи, пыли, листвы, мусора за год на территории вечного огня. Сейчас есть уникальная возможность увидеть, как устроен сам вечный огонь. Посмотреть, через какие элементы подается пламя. Корпус, трубки и другие необходимые части конструкции чистят и возвращают на свои места. А после вновь зажигают вечный огонь. Профилактические мероприятия пройдут не только на площади Победы. Профилактические мероприятия сегодня будут проведены еще на площадь Марьелова у Вечного огня и в мемориальном комплексе на Галинчинском шоссе. Дирекция благоустройства проводит регулярные работы по подготовке всех памятников Победы к празднованию Дня Победы. Помимо Вечного огня, городские службы облагораживают территорию, красят ограды и занимаются побелкой памятников. Эти мероприятия они закончат до 1 мая. Валерий Седов, телекомпания «Город». Музыка Победы, так назвали специальный проект акции «Вместе мы можем больше» для ветеранов Великой Отечественной. Взвод девушек-барабанщиц и оркестр Рязанской академии «ФСИН» выступили прямо под окнами заслуженных героев. Олеся Котровская об одном из них. Василий Иванович без угла и глядя на выступление барабанщиц и оркестра Академии из своего окна улыбается. Все эти песни, которые он слышит сегодня, ему хорошо известны. Он их помнит со времен Великой Отечественной войны. Прекрасно вернули мне молодость в суровые годы войны. Конечно, сейчас отраду, что вы нас не забываете. Мое поколение роковых, сороковых, сделало все, сделало победу. Мы изгнали фашистов с нашей родной земли. Мы освободили пол Европы. Мы взяли Берлин. Немцы нам на фронте орали громко в рыбке. Мы не взяли Москвы. Вам не видать Берлина как своих ушей. Теперь и сейчас знаешь, что делать. Музыка всегда объединяла людей и помогала пережить как самые тяжелые времена, так и самые радостные. Сейчас оркестр буквально воссоздает атмосферу 9 мая 1945 года, когда люди встретили долгожданное завершение войны. Пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Впечатления от этого потрясающие. Каждый год мы поздравляем кого-то, мы поздравляем ветеранов. Без таких людей нас бы здесь сейчас не было, мы бы так не стояли. Это большая честь для нас, это великий праздник. Действительно, этот праздник для нас очень важен, для нашего поколения. Мы помним, чтим всех фронтовиков, ветеранов, близких и родных. В моей семье на фронт ушла моя бабушка Удалова Наталья Петровна. Она служила в 12-м зенитно-пулеметном полку. Была фронтовой медсестрой и старший сержант. Ей действительно тяжело отдалась война. Она пережила очень многое, прошла всю войну, послевоенные годы, дожила до 94 лет. Ее мужество, вера в светлое будущее, желание жить, это действительно для нас и для нашего поколения, я думаю, является стимулом и символом мужества. Я хотела бы пожелать всем ветеранам глубокого счастья, здоровья, самое главное благополучия и долгих лет жизни. Ветеранов становится все меньше и меньше. У нас в первую очередь чувство безмерной благодарности и радости, то, что мы можем организовать такую акцию, сказать слова благодарности нашим ветеранам, подарить им музыку, их юности и наши творческие проекты, это самое малое, что мы можем для них сделать. Для Василия Ивановича важно сохранение памяти о войне и фронтовиках, отдавших свои жизни за победу. Он всегда это подчеркивает. Сам ветеран, уроженец Запорожья, воевал на 2-м белорусском, во 2-й минометной роте 133-го гвардейского стрелкового полка. Он прошел Польшу, Белоруссию, Восточную Пруссию. 2-го мая 1945 года полк Василия Безуглова взял город Барт и освободил 9600 узников лагеря Шталаг-Люфт-1, где содержались военно-пленные летчики из армии союзников. Кстати, уже после войны в том самом лагере он побывал дважды. Поздравляю всех участников войны, дружников тыла, детей войны. Они все сделали для нас, для победы. И теперь мы говорим, что вот сейчас вспоминают погибших. Бессмертный полк, это же гордость за нашу Родину, за правительство, за то, что помнят нас, вот ветеранов, которые одержали всемирную историческую победу. Мы гордимся вами, и мы, ветераны, верим в молодежь, радуемся, что Россия в ваших руках. Полковник в отставке и сегодня, несмотря на почтенный возраст, готов делиться бесценными воспоминаниями. Его письма с фронта, правда, в семье не сохранились. Но 15 лет назад ветеран издал собственную книгу «Клоняюсь пехоте», которую сам автор назвал памятником солдату Великой Победы, отвернувшихся домой бойцов. Он всю жизнь искал однополчан и родственников, погибших боевых друзей. Организовал три встречи однополчан-минометчиков, чтобы не терять связи с боевым братством. Олеся Котровская, телекомпания «Город». И в продолжение музыкальной темы. Уже завтра в прямом эфире Первого канала пройдет финал телепроекта «Голос дети». Одна из претенденток на победу – 13-летняя рязанка Мария Политикова. Вокалом девочка занимается с 9 лет, сейчас в музыкальном театре «Созвездие добра». Ученица 63-й рязанской школы увлекается рукоделием, танцами, актерским мастерством. Ее наставник в шоу Василий Вакуленко, известный широкой общественности под псевдонимом «Баста». Решение о победителе, как известно, напрямую зависит от зрительского голосования. Поэтому мы призываем всех зрителей телеканала «Город» отдать свои предпочтения за нашу Машу. Пейзажный фотограф Олег Буцкий известен не только в профессиональной среде. Именно благодаря его творчеству фотографии природы Рязанской области появлялись в National Geographic и других известных журналах о планете. Путешествия по родному краю Олег снимал не только фото, но и видео. И результатом его многолетних поездок стал фильм, который автор презентовал 28 апреля в областной библиотеке имени Горького. Этот фильм – короткий рассказ о красивых и необычных местах, которые мне довелось открыть в родном регионе. Я поделюсь с вами своими переживаниями и ощущениями. Я расскажу, что вызвало у меня восхищение, а что тревогу. Вы узнаете, чем уникален каждый из этих уголков и почему здесь нужно побывать хотя бы один раз. Пусть этот фильм станет маленькой историей о моем доме, о Рязанской области. Пейзажной съемкой Олег занимается уже 11 лет. 9 лет назад он запустил в небо дрон. Любовь к Айрус-Венке зародилась еще с 2010 год, как я начал заниматься вздухоплавом. Но с тех пор я все чаще начал смотреть в небо, я все чаще начал, наверное, мечтать о ними. Поэтому съемки с дрона, они, скажем так, в моей практике начали где-то преобладать, где-то занимать более широкую нишу. Тем более есть что снимать. Для кого-то это станет открытием, кто-то удивленно ахнет, а кто-то и вовсе отнесется с недоверием к тому, что такие пейзажи находятся буквально под носом, прямо здесь, внутри Рязанского региона. В поисках красивых уголков Олег изучает труднодоступные места. Там, где ежедневно ходит каждый из нас, его тоже можно встретить. Однако привычные людям пейзажи, которые мы порой даже не замечаем, в глазах и в кадре Олега выглядят фантастическим. Клепиковская саванна, Пронские Карпаты, незамерзающая, клубящаяся на морозе река Листвянка и огромные корабли храмов в туманных волнах. Метафорические образы возникают у Олега сами собой, когда он достигает очередной цели своего путешествия по области. Здесь всего 7 районов Рязанской области. Остальные районы, к сожалению, пока еще много и до конца не изучены, я продолжаю это делать. И как вот Александр Владимирович сказал, что дальнейшие планы будут. Планы есть, планы достаточно такие амбициозные, планы большие. Я думаю, всю Рязанскую область мы, наверное, снимем. Говорить о техническом процессе съемок, о том, как Олег ловит погоду, свет, моменты, можно долго. Но лучше увидеть результат его труда на YouTube-канале автора. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова